Приветствую вас, давайте мы сразу скажем, что исходить вам в своей позиции, в своем выборе нужно исключительно из того, что вы сами для себя считаете правильным, верным и правильным. То есть, если по какой-то причине ситуация складывается так, что вы чувствуете, что вот то, что происходит, не ваше, то есть вы считаете, что мужчина не должен вести себя, например, вот так, как ведет себя ваш парочек, Если вы считаете, что вы достойны, или что вы хотите другого, именно другого, ну, в прямом смысле другого, то есть, если вы хотите другого отношения к себе, Если вы хотите другого, другого вида отношений в принципе, если вы считаете, что человек, вот он неправильно позиционирует себя, Если вы считаете, что, ну, вот как вы говорите, да, что это ненормально, то, конечно же, нужно съезжать, потому что мужчина, скорее всего, не изменится. То есть, очень-очень мало шансов на то, что человек будет как-то, ну, как-то по-другому воспринимать вас и как-то по-другому себя вести. Вот именно на это шансов очень мало, поэтому здесь я вам рекомендую не надеяться, не надеяться, вот, и не ждать. Но, 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 не все так просто. Смотрите, вы пишите, ну, здесь сложилась такая ситуация. Вот, когда человек говорит, что сложилась какая-то ситуация, он подсознательно в себя снимает ответственность. Потому что ситуация не сложилась, вы ситуацию создали. Это, согласитесь, все же немножечко разные вещи. Одно дело, когда случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства. Другое дело, когда вы своими действиями сами, значит, так или иначе, подводите себя в какой-либо ситуации. Вы пишите, я переехала к парню изначально из-за проблем с жильем. Вот, вы знаете Юлия, так, Юлия, да, Юлия, Юлия. Вы знаете, Юлия, несколько странно выглядит ваш выбор пути решения проблем с жильем. То есть, вы берете и просто переезжаете к мужчине, который по какой-то причине должен вам помогать. По какой причине, с какой стати он должен помогать, ну, не совсем понятно. Вы выбираете не самостоятельное решение своего жилищного вопроса, а вы выбираете решение жилищного вопроса через другого человека. И именно этот момент является, ну, на самом деле, таким, довольно тревожным, как мне кажется. Потому что, ну, потому что здесь вы перекладываете ответственность, да, в себя на, собственно, человека другого. То есть, тут нужно выяснить ваше отношение именно к этому, к данному факту. Как так вышло, почему так вышло, с чего вы решили, что мужчина должен вам, ну, как-то помогать и так далее. Понятно, понятно, я надеюсь. Идем дальше. Далее вы пишите. Потом мы поняли, что нравимся друг другу. Пишите вы. А здесь, опять же, требуется небольшое пояснение, что в данном случае, вот именно в данном случае, вы, что называется, не вступили в изначально свободные отношения. То есть, изначально свободных отношений у вас не было. Изначально вы нуждались и, скорее всего, нуждаетесь в этом молодом человеке, в его жилье. Да, вы можете сейчас ехать, но все равно вы понимаете, что вам будет неудобно. Ну, то есть, у меня будут какие-то неудобства. Иными словами, вы зависимы от мужчины. И иными словами, мужчина чувствует, что вы от него зависимы. И вот это состояние зависимости от другого человека, ну, является либо очень случайным, и тогда из этого состояния нужно срочно выходить. Либо является сценарным. То есть, вы постоянно находитесь в зависимости от кого-то, и от этого нужно освобождаться путем анализа сценарного поведения. То есть, если вы говорите о том, что ненормально постановка вопроса мужчины о финансах, то я могу вам сказать, что ненормально строить отношения, будучи зависимой от того, с кем ты эти самые отношения строишь. Причем, как в вашем контексте, то есть, в направлении вас, так и в направлении, собственно, самого молодого человека, это тоже, тоже, значит, справедливо и тоже играет свою роль. Далее, он говорит, что не знает, что будет дальше, в общем, клонит к тому, что не хочет серьезно встречаться. И, опять же, мужчина здесь говорит вам честно и откровенно, что он не знает, что будет дальше, он не хочет серьезно встречаться. Это его право. Это его право не хотеть с вами серьезных отношений. Вы свою позицию выстраиваете так, как будто вам мужчина что-то должен. Вы пишите, что между вами был секс. Но, опять же, я так подозреваю, что от секса вы получили взаимное наслаждение, от секса вы получили взаимное удовольствие. По крайней мере, мне хочется в это верить. Но секс ни к чему не обязывают. Ни мужчину, ни вас, по большому счету. Кроме того, обратите внимание на то, что вы написали, вы написали, что так вышло. То есть, вот так вышло, что у вас случился секс, пишете вы, как вышло, почему вышло, контролируете ли вы сами этот процесс, или это у вас происходит бесконтрольно. То есть, откуда такая безответственная, можно сказать, позиция по отношению к себе, по отношению, например, ну, допустим, к своему телу, может быть, по отношению к своим личным границам, может быть. Вот это важно, понимаете? На это стоит обратить внимание, а не на те вещи, о которых вы пишете, не на те вещи, которые вы, значит, описываете. То есть, вам, вам самой нужно вот этот момент, момент своей ответственности нужно четко определить. Понимаете? Вот. У меня такое ощущение, что вы не чувствуете себя в безопасности и нуждаетесь в том, чтобы другой человек вам это обеспечил. Далее. Значит, я с сердцем чувствую, что ему не все равно подарил цветов. В то же время, насчет серьезности отношений, он не задумывается и говорит, что не знает. Ну, смотрите, человек высказывает свою позицию. А позиция у человека достаточно четко, что серьезные отношения ему сейчас не нужны. Это его выбор. Ему не все равно, да, может быть, ему не все равно, но он на данный момент не может дать вам то, чего вы хотите. Мне кажется, это вполне, ну, это факт. Так? Человек не может дать вам того, что вы хотите. Значит, с таким человеком вам, по сути дела, не по пути. Вот и все. Но не обвинять его в том, что он вам должен что-то. Не обвинять. Он вам вроде бы ничего не обещал. По крайней мере, я не увидел у вас намеков на то, что он вам что-то обещал. Может быть, он что-то вам и обещал. Не знаю. Но в вашем тексте я не увидел подобных, значит, фактов. Далее. Значит, после скандала жить рядом не очень хочется. После того, что он сказал, чувствую себя использованной. Ну, вот, здесь, во-первых, непонятно, какой скандал, по поводу чего. Скандал, значит, то есть, ну, вот, из-за чего вы поскандалили. Непонятно абсолютно здесь. Вот. То, что вам не хочется с ним жить. Мне понятно, что-то вам не хочется с ним жить. Но это ваше право. Но при этом имейте в виду, что вы чувствуете себя использованной, но вас никто ни к чему не принуждал. И если я прав, то и мужчина вам ничего не обещал. А это значит, что человек, в общем и целом, ну, находится в своем праве и ничего плохого не сделает. А секс хотели, я полагаю, вы оба. Понимаете? То есть, эээ... Почему именно вы чувствуете себя в этой ситуации использованной для меня загадкой? Дальше. Эээ, так, есть вариант приехать в другое место, но здесь, в том же, можно сказать, районе, я нашла работу. И что? То есть, вы это... К чему? Про работу. А вы нашли работу зачем? Вы нашли работу, чтобы что? Вот вы дальше, например, пишите, что мужчина не хочет вас содержать. Ну, допустим, это такой момент, то есть, это момент именно отношения, да? То есть, ну, кто-то считает, что это нормально, кто-то считает, что это ненормально. Вот. Я не думаю, что уместно и целесообразно здесь устраивать такую полемику на этот счёт, не думаю, что это правильно будет. Вот. Давайте мы именно полемику оставим, да? То есть, мы не будем говорить о том, правильно ли или нет, то что мужчина вас не хочет содержать. Он не хочет. Это факт. У вас есть работа, то есть, вы ее нашли. Это тоже факт. Если вы не хотите переезжать, если у вас с мужчиной уже налажен быть, то самым оптимальным вариантом является вам работать и, собственно, платить за себя. И всё. Если вы по какой-то причине считаете, что у вас должны быть отношения, и мужчина должен вас содержать, а ваш человек этого не делает, то, соответственно, от него нужно уезжать, ну, просто потому что у вас будут постоянные столкновения на почве несоответствия желаний. То есть, у вас желания одни, у него желания другие, и по факту будет постоянное недовольство. Вот. Я не думаю, что это как-то сыграет вам на руку, я не думаю, что это сделает вас как-то, значит, счастливыми и так далее. Я не думаю, что это лично вас сделает счастливыми, если честно. Вот. Ну, то есть, вот, сами подумайте, да, что человек, человек как бы не удовлетворяет вашей бодрымности, не удовлетворяет ваши желания и не соответствует вашим взглядам. Дальше, значит, так, чтобы на нем видели в плане финансов, это не хочет мужчина, но это не нормально, с мужчиной должно быть надежно. Опять же, с точки зрения здоровых отношений, именно здоровых отношений, надежно вам в первую очередь должно быть самой собой, а не с кем-либо. Вот, с точки зрения здоровых отношений, именно так обстоят дела. То есть, вам должно быть надежно самой по себе, а не с мужчиной. А у вас получается такая история, что вы от него зависимы. И поэтому, поэтому, вы как бы и не чувствуете себя надежной, вы не чувствуете себя в надежности с ним, потому что вы от него зависите. Вот. Какая история, получается. И вопрос заключается в том, что вы можете сделать для того, чтобы чувствовать надежность сами. Понимаете, да? Самостоятельно, чтобы чувствовать надежность без кого бы то ни было, без присутствия мужчины. Что именно вы можете сделать для того, чтобы чувствовать надежность? Вот это, пожалуй, является самым главным вопросом, на который вам и нужно ответить. Ну, вот, по моему мнению. Понимаете? Понимаете? Иными словами, иными словами, нужно сместить акцент с мужчины на себя. Чтобы вы все-таки увидели, где вы во всей этой ситуации. Потому что я вот вижу, я вижу только мужчину, я вижу его, но я не вижу вас. Я вижу ваши претензии к нему, я вижу, как вы от него требуете чего-то, как вы от него чего-то хотите. Это я все вижу. А вот, чего вы хотите от себя, чего вы ждете от себя, для чего вы работу нашли. Вот, почему вы считаете, что мужчина должен вас содержать, особенно если у вас есть работа. Ну, для меня этот аспект является, в общем-то, непонятным. Вот, ну, то есть, именно здесь, вот именно здесь, в вашем тексте, да, не ясно какую роль, какую роль вы во всем этом играете. То есть, вы говорите, что с мужчиной должно быть надежно, допустим. Допустим, так. С мужчиной должно быть надежно. А с вами как должно быть? Ну, если вот с мужчиной, должно быть надежно, хорошо. А как с вами? С вами должно быть. Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами мужчины, да, если вы к нему переехали. и он вас содержит, как я понял, он предоставил вам жилье, вот, и, собственно, вы ему и заказываете истерики. Вот, мне кажется, что здесь очень важно вот проблему ответственности личной вашей за себя разобрать, потому что как бы вы здесь не занимали позицию жертвы, я не знаю, насколько вы эту позицию занимаете, сознательно или бессознательно, но как бы вы не занимали эту позицию в отношениях, что вам, естественно, не делает погодой, что не даёт вам, естественно, никаких преимуществ, вот. Значит, вы спрашиваете, повременить ли, нужен ли такой человек, это решать вам, повременить ли или лучше сразу съехать. Ну, если повременить, то для чего повременить? То есть, чего вы ждёте? Чего вы ожидаете? Что он будет вести себя по-другому как-то? Да нет. Вряд ли он будет вести себя по-другому. Вы можете его изменить, вы можете изменить, эм... Ну, отношение своего мужчины к себе. Это можно сделать. Но для этого нужен стимул. Для этого нужен стимул именно со стороны вас. То есть, чтобы стимул исходил от вас. Если у вас есть такой стимул, если у вас есть желание давать мужчине такой стимул, то я полагаю, всё хорошо. Если нет, ну, значит, нет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.